24 мая в 35 школах Славянского района прозвенел последний звонок. Для каждого из 13,5 тысяч школьников этот день стал особенным по-своему. Одни закончили очередной учебный год, повзрослели, стали серьезнее и готовятся активно отдыхать, набираться сил перед новым учебным годом. А свыше 400 выпускников вступили в горячую экзаменационную пору. На праздники последнего звонка в 56-й школе рисового сельского поселения побывали и наши корреспонденты. В школе номер 56 рисового поселения в этом году аттестат о среднем образовании получит 4 выпускника. Один из них – Олег Багний, планирует в дальнейшем поступить в военно-космическую академию. Признается, что родную школу он не забудет никогда, ведь именно здесь он получил знания и обрел настоящих друзей. Честно сказать, не осознаю, что произошло, но эмоции переполняют и радость, и грусть, что вот уеду. А вот Ксения Стенько говорит, что покидать школу грустно, но нужно двигаться дальше. Впереди новые знания, знакомства, поступления в ВУЗ. Новая жизнь впереди, много открытий, в университет поступать, много нового, жизнь меняется, все будет хорошо. Глава Славинского района Роман Сенеговский поздравил ребят с окончанием учебного года. Я хочу сказать спасибо нашему земляку Виктору Васильевичу Чернявскому. Благодаря его помощи и помощи администрации наша школа, она за последние три года, я считаю, изменилась. Мы капитально отремонтировали спортивный зал, мы заменили окна, мы ремонтировали кровлю, мебель в обеденном зале. То есть, все то, что нужно для нормальной учебы, для удобства и комфорта наших преподавателей. Поэтому всех с праздником, дорогие друзья, всем мира, добра, благополучия, радости, исполнения желаний. Всего самого доброго. С праздником. Школьные парты опустили. Закончился учебный год. Ребята уходят на долгожданные летние каникулы. Для кого-то этот учебный год был первым. Как он прошел, рассказала первоклассница Светлана Хибиева. От занятий очень хорошо. Только с русским немного не дружила. Когда мы старались, все пытали. И на субботниках были. В день последнего звонка звучали искренние слова благодарности учителям и родителям. Ведь всего, что добились школьники, их совместная заслуга. Наступил самый кульминационный момент, который выпускники запомнят на всю жизнь – школьный звонок. В его мелодичных переливах останется все. И радость первых побед, и упорная работа над собой. Бессонные ночи родителей. В этот день на линейке отметили грамотами отличников учебы. Конечно, не обошлось без символичного звонка на последний всекубанский урок в этом учебном году. Под названием «Семья и отечество моей жизни». В этот день последний звонок прозвучал и в школе номер 5 Славянска-на-Кубани. Радость и в то же время грусть испытали более 30 выпускников 11-х классов и почти 49-х. Поздравила с праздником последнего звонка учеников этой школы заместитель министра по финансовым вопросам Краснодарского края Людмила Гнетецкая. Я хочу вас поздравить по поручению губернатора края с замечательным праздником, последним звонком. Конечно, это замечательный праздник, но он для каждого в душе отдается своим звукам. Особенно для выпускников. И вспоминая свои годы, хочу сказать, что в этот день каждый из нас в душе говорит спасибо дорогому учителю. Последний звонок – самый трогательный, самый незабываемый из всех школьных праздников. Многие ребята вновь вернутся 1 сентября за школьные парты, а выпускники оставят в памяти все только самое хорошее и светлое, что произошло с ними в родной школе за годы учебы. Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа События.